Бильярдный эксперт Юрий Царицын 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 Да, есть два вида так называемых игр ротационных на бильярдном столе официальные дисциплины Одна из них девятка и другая десятка И в девятке пирамида ставится несколько иначе Ромбовидные формы и разбить успешно, забив шар В эту игру гораздо проще, чем в десятке Десятка вообще очень интересная дисциплина Несмотря на то, что она как вид игры существует довольно-таки давно Еще в середине прошлого века официальные турниры по этой разновидности стали проводиться довольно-таки недавно То есть первый чемпионат мира был сыгран всего лишь пять лет назад А в программу европейских первенств десятка входит четвертый год Ну то есть достаточно молодой, будем говорить Ну если говорить, да, именно об официальных турнирах, то да И у игроков, у многих заняло немало времени Некоторое привыкание, адаптация к этой игре То есть пока они изучили, каким образом нужно разбивать пирамиду, начальный удар А от этого очень многое зависит Михаил, извините, немножко прерву Тем временем Торстен Хоуман отправил первый шар в среднюю лузу Это был шар под номером один Напомним, что в пуле шары пронумерованы Ну и конкретно в десятке с первого по десятый шар игроки поочередно отправляют в эти самые лузы Ну интересно, что шары пронумерованы не только в пуле Но только в пуле есть такая игра, которая обязывает игрока совершать первый контакт битка Обязательно с наименьшим номером на столе Именно с первым И в дальнейшем забивать шары по порядку Ну вот сейчас мы видим, такая позиция на столе сложилась Что нет открытого удара по лузе И в этом случае игроки, естественно Особенно игроки профессионалы Они не стараются каким-то шальным ударом обязательно загнать Ну естественно осторожность предпочитают Да, один из шаров, и они играют по отыгрышу Пожалуй, скажем несколько слов о том Как сегодняшние финалисты шли по турнирной сетке Начнем с Михаила Степанова В первом туре встретился он с Данилом Смельницким Выиграл со счетом 8-2 Далее со счетом 8-1 обыграл Кач Кристину Дальше противостоял ему поляк Матемаш Снегодский Да, и здесь упорный очень матч получился 8-6 Константин одержал победу Дальше еще сложнее Представитель Украины Артем Кашевой Доставил Степану немало трудностей Однако со счетом 9-8 россиянин вверх одержал Далее опять польский спортсмен 9-5 Да, Конрад Южчишин С такой сложной фамилией Но тем не менее у нас вроде как получилось ее выговорить Это отрадно А вот мы видим, что Торстен Хоман сыграл комбинацию на столе 2-10 Шар Это победный шар Десятка Забитая по заказу Да, в любой момент времени приносит победу И 1-0 Вот такое быстрое начало Ну и очень неплохой удар получился Смотрится бильярд Это отрадно Ну и увидел Хоман здесь действительно вот такое продолжение Точным попаданием отметился Ну и не сказали мы о том, что как раз в предпоследнем матче В полуфинале Степанов встречался с представителем Албании Малаем Николаусом И здесь в этом противостоянии также Одержал победу со счетом 9-4 Ну и вот тот самый финал С представителем Германии О котором сейчас поведает нам Михаил И расскажет о его пути в этом турнире Никого я думаю не удивило То, что Торстон Хоман Был одним из участников финального поединка Уже третий год подряд Кубок Кремля Обязательно имеет в составе Пулловской части турнира Звезду мирового масштаба В прежние годы Приезжали к нам и Мика Имманин И еще один игрок из Германии Ральф Суке И вот только Суке не удалось Оправдать, скажем, ожидания болельщиков Он не смог выйти в финал в прошлом году Единственный из представителей Мика Имманин два года назад Играл в финале И как раз Николаус Малай Игрок греческого происхождения Выступающий по флагмалбании Был его соперником И тогда Малай приподнес сюрприз Я думаю, что мало кто Из любителей бильярда в нашей стране Да и вообще, наверное, в мире знал этого игрока хорошо Но вот с тех пор, как Малай одержал победу Тогда на Кубке Кремля Он пошел по восходящей И стал гораздо чаще светиться На, скажем, финальных стадиях больших турниров Ну вот видите, в этот раз у Степанова были свои виды Не пустил он представителей Албании в финал Что же до Торсона Хомена Здесь он, опять-таки, не подвел ожиданий болельщиков И достаточно легко дошел до финала В первом туре обыграл россиянина Леонида Михайлова Из Санкт-Петербурга 8-4 Затем москвича Михаила Келадзе 8-1 И далее уже пошел плей-офф Стадия игр на выбывание С еще одним игроком из России Сыграл Торстен Евгений Буслаев стал его оппонентом 8-5 И дальше, опять-таки, матч, который Судя по счету сложился для немца Весьма легко 9-1 Начиная с 1-8 Игроки уже играли не до 8 побед, а до 9 Итак, Хенрика Столес из Литвы Пал жертвой титулованного немца Затем в 1-4 Александрос Казакис Игрок из Греции Для которого тоже Кубок Кремля, как правило, складывается достаточно успешно Он играл в полуфинале в прошлом году В этот раз не хватило одного шага Для того, чтобы Казакис свой успех прошлогодний повторил И, наконец, в полуфинале Торстен Хомен 9-5 Также без особых, наверное, проблем Разобрался с эстонцем Деннисом Грабе А Грабе, между прочим, является финалистом прошлого года Ну, в общем, до полуфинала, как правило, доходят все цитуловные спортсмены Которых любители бильярда и зрители, собственно, на месте события Привыкли воспринимать как лидеров Которые и выходят в финал Тем временем Степанов уже два шара, по-моему, в лузы отправил Посмотрим, случится ли третий Да, нет Ну, вот так вот под руку сказал я Константину Но, надеюсь, что Надеюсь, что не накаркал, а просто вот так вот Не очень получился у него удар Ну, и сейчас в столу будет подходить Торстен Хомен Ну, вот было похоже, что Константин пытался забить тройку от десятого шара Который стоял неподалеку от лузы С отскоком от борта, вы думаете? Безусловно, другой траектории там не прочитывалось Потому что навряд ли этим ударом он отыгрывался То есть удержать третий шар за десяткой и от него биток спрятать, наверное, не было никакой возможности Вот, и именно из соображений выхода позиционной игры на следующий шар Очередной шар, это четверка стоящая справа возле средней лузы Ну, мне тут казалось, что тройка проходила в крайнюю правую Правую угловую Ну, вот сейчас проходит тройка Ну, а в предыдущем ударе, про который я говорил сейчас у Степанова Казалось мне, что не закрывает Ну, вот повторюсь, повторюсь, бывает так, что даже если шар напрямую проходит Но при игре по такой резке биток уходит не в ту сторону, которая игроку желаема Он старается придумать какой-то другой вариант То есть как раз здесь оборудование именно пуловского стола Оно позволяет, используя величину луз, играть тем или иным способом То есть вариативность игры очень высока Как мы знаем, в пуле важно, мы еще не раз сможем убедиться На примере этих двух маститых игроков Очень важно не просто забить шар, да, еще и обеспечить себе игру последующего Конечно, с выходом, определенно Ну, вот сейчас Торстен задумал неладное для нашего спортсмена Фитрая комбинация с выходом на десятку 4-10, да, и теперь все мысли Торстена на самом деле о том, чтобы биток при этом ударе не уронить в среднюю лузу Потому что есть такая опасность Да, потому что должен играть справа по четверке И действительно, велика вероятность того, что биток окажется в среднюю лузу И вот тут снова есть вариант Либо сыграть шаром напрямую Либо направить четверку от борта И тогда угол резки битка изменится И позволит, скорее всего, избежать всех тех проблем, о которых мы уже упомянули Ну вот смотрите, видимо, выбирает прямой удар, насколько я могу видеть Нет, все-таки от борта И действительно, партию выигрывает, десятка попадает в правую главу Ну, вновь, посмотрите, еще один шар сыгранной комбинации Приносит немцу победу в партии Пока Фортуна улыбается Торстену Хоману Ну и смотрите, сумел оттянуть биток Не попал он в среднюю лузу Но очень уверенный и красивый удар Отметим, что призовой фонд турнира составил 84 тысячи долларов Ну и в пуле победитель получит 320 тысяч, естественно, рублей Ну, второе место 160 и бронзовый призер 110 тысяч Это третье и четвертое места Да, весьма неплохие призовые фонды на Кубке Кремля Для игроков в пуле и в состязании в русском бильярде среди мужчин Совокупный призовой фонд составляет полтора миллиона рублей И один миллион рублей для женщин Это, естественно, тоже является таким неплохим стимулом для игроков Участвовать в этих турнирах По борту немножечко при помощи седьмого шара Тем не менее, выкатывается свой шар на игру на продолжение И очередным шаром является желтая единица Абсолютно так Отметим, что призовой фонд составил свыше 84 тысяч долларов на этом турнире Ну а конкретно в пуле победитель получает 320 тысяч рублей Серебряный призер 160 тысяч рублей И спортсмены, занявшие третье и четвертое места, получают по 110 тысяч рублей Соответственно Еще один рекорд касается общего количества игр Состоялось их на этом турнире свыше 1100 Ну и нельзя не сказать слов благодарности В адрес Московской конфедерации бильярдного спорта Под эгидой которой проводился этот самый турнир Ну и отметим директора турнира и вице-президента МКБС Виталия Михайловича Манта Действительно много усилий было предпринято Многое было вложено в организацию турнира И уже не первый год он проходит весьма гладко И оставляет приятные воспоминания у большинства участников Даже у тех, кто вынужден выйти из борьбы на ранних стадиях Ну и вот такой аккомпанемент цифр и благодарностей Продолжает Константин Степанов уверенно идти к победе в очередной партии Вслед за шестеркой легла в левую угловую и семерка А дальше что? Есть угол резки на черном восьмом шале Для того, чтобы в свою очередь набрать правильный угол резки на девятку Очень важно в эту игру, будь то девятка или десятка По возможности оставлять себе как можно меньше прямых шаров Потому что, как мы уже отметили, да, более прямой шар может быть и проще забить Но сделать выход битка в другую зону под продолжение уже сложнее То есть спортсмены заранее, получается, прикидывают вот такие выходы на резку Совершенно верно Вот в данном случае Константин справился безукоризненно И набирает свое еще одно очко в данном матче Его соперник пока никак не выдает своего настроения Невозможно сказать по замерзшей на лице Хомана Маске Что сейчас он переживает? Да, абсолютно нейтральное выражение лица Практически никаких эмоций на нем не читается Но отметим справедливости ради, что пока только начало финала Стоит думать, что самое интересное ждет впереди Согласно регламенту турнира разбой поочередный Начинается четвертая партия Противостояние Константина Степанова и Торстена Хомана Очередной разбой в исполнении немца Ну и по-моему, по-моему залетел там шар Если правильно успел я заметить Да, упала тройка Ну и еще один Да, восемь шаров осталось на столе, кроме битка Согласно регламенту турнира разбой поочередный В отличие от другого формата Когда разбивает в следующей партии Тот, кто выиграл предыдущую То есть в данном случае очень важно Как в теннисе, что называется, брать свою подачу Стараться не отдавать свои разбои Как часто, Михаил, доводилось вам, может быть, видеть Может быть, самому при игре в десятку Наблюдать за тем, как залетает с разбоя именно десятый шар Это частое явление или скорее редкость? Это явление еще более редкое, чем, скажем, падение в лузу девятки При игре именно в девятку, где пирамида ставится ромбиком Но здесь есть один нюанс Десятка, в отличие от девятки, является игрой по заказу То есть, если в девятке Девятый шар, упавший с разбоя, является победой в партии То в десятке, поскольку заранее ни один игрок не может сказать Что именно сейчас на этом разбое десятка упадет То упавшая десятка с разбоя, она просто выставляется на стол И игра продолжается дальше Ну вот, на мой скромный взгляд, мне ближе из пула игра восьмерка А что касается вообще бильярда Ну вот как вам расхожее мнение такое Вот кому-то нравится именно пул, а кому-то нравится русский бильярд Вам интереснее играть в какой? Ну, как гласит русская народная поговорка На вкус и цвет товарища нет Поэтому мне лично ближе пул Я считаю, что пул технически способен подготовить хорошо Даже и игроков в русский бильярд Потому что чем меньше биток, тем игра более сложна технически Чуть попроще получается наоборот Забивать проще, а скажем, выполнять весь комплекс задач Которые стоят перед играющим сложнее И сложнее попасть правильно в шар То есть на самом деле игра в пул или в снукер Она способна даже игроку в русский бильярд многое дать В принципе, все дисциплины лузного бильярда Они достаточно самодостаточны и взаимовыгодны, что ли То есть игрокам из смежных дисциплин В общем-то, на мой взгляд, рекомендуется время от времени практиковать Другие разновидности, опять же, для расширения кругозора И своей технической готовности Долго ли коротко ли рассуждали мы тут о личных предпочтениях Тем временем Торстен Хоуман оставил десятку Одну единственную на столе И уверенно отправил ее в угол Повел он 3-1 Говорили мы в начале репортажа, что есть у Константина прозвище Зовут его, напомните мне, пожалуйста, Михаил По-моему, Коста Коста, совершенно верно, очень просто и незатейливо Ну и как подсказывает нам наш коллега Михаил Назаров У немецкого бильярдиста также есть свое прозвище Звучит оно не иначе, как Хитман Уж не знаю, наверное, отсылка к игре, к фильму Ну действительно, Хитман это снайпер И надо сказать, что большинство игроков в пуле Обладают яркой харизмой И у множества есть свои прозвища Собственно, по которым их и идентифицируют Да, есть игроки, которые отличаются, скажем, быстрым стилем игры Поэтому их зовут либо Торнадо, Ураган Еще там как-то пулемет, например А есть снайпер, убийца И вот весь набор вот таких вот брутальных названий Которые характеризуют его безжалостное отношение к соперникам Ну я думаю, что касательно польского соперника Константина Которого мы упоминали в начале репортажа Многие соперники предпочтут назвать его прозвище, нежели фамилию Ну надо сказать еще и, что прозвище необходимо заработать То есть польские игроки, они пока Кроме, пожалуй, Родослава Бобицы Такого маститого польского игрока Который давно уже находится на европейской мировой арене Все остальные, они вчерашние юниоры Поэтому еще никакими прозвищами, к счастью или к сожалению, не обзавелись Ну вот как раз, например, Конрад Юшчузун Если правильно, я вижу по сетке турнира Который, кстати, переиграл соотечественника Хомена Пришлось мне, будучи на арене проведения турнира Даже подойти к польским игрокам Чтобы уточнить, как зовут Конрада Юшчичин Правильно звучит эта фамилия Очень славная в написании Проще его называть по имени просто Конрад Хотя там тоже есть своя проблема Конрад был не один в этом году у поляков Вот сейчас проблема на столе у Константина Посмотрите, как попадает Очень тонко здесь сыграл Очень маленький краешек желтого шара был виден И обошлось при выходе битка Опять же, был риск, что свой шар закатится за девятку Произошло соударение с четвертым шаром Явно непреднамеренное Но там уже просто позиция диктовала, в общем-то, игроку ведение игры И этим и отличается игра ротационная Такая, как десятка Когда игрок лишен, скажем, в некотором роде возможности творчества То есть он, в отличие от восьмерки, любимый вами Юрий Не может выбирать продолжение сам Потому что у него есть Но определенная последовательность Обязательство, да, играть каждый шар с наименьшим номером То есть позиция, которая после разбоя складывается Она игроку диктует уже ведение игры Но вместе с тем, то, каким образом будет эта игра происходить Все-таки находится целиком во власти играющего Абсолютно И есть разные стили Кто-то будет больше атаковать Другие любят, скажем, соперника поизучать тактически То есть не чураются отыгрышей А вы к какой категории относитесь? К атакующей или к выжидательной? Ну, наверное, скорее к выжидательной То есть я жду ошибки соперника Я думаю, что у нас бы с вами, Михаил, получился неплохой матч Потому что я как раз предпочитаю динамичную манеру ведения игры И очень часто ошибаюсь Поэтому вы бы уходили триумфатором чаще Ну что же, есть и такой, между прочим, формат проведения игр Когда у стола находится не один игрок А команда из двух человек Парный формат И вот как раз в эти сроки, между прочим, состоится Очередной традиционный турнир Он называется Кубок Москони Где команда Европы противостоит команде США И Константин Степанов Равно как и его соперник Торстен Хоман Они в разные... Нет, в этот раз не будут Но в свое время каждый из них поиграл За европейскую сборную Костя Степанов один раз У Торстена побольше Ну и в связи с этим я еще расскажу Некоторую историю Которая связана именно с немецким игроком В этом году и в отношении Кубка Москони Тем временем Костя Степанов Разобрался с позицией с самого начала Не подпустив своего соперника к столу Да, очень уверенно доводит и эту партию до победы Сокращает отставание И счет становится 2-3 Впереди пока немецкий бильярдист Вот посмотрите, замедленные повторы Вашему вниманию Блестящая работа коллег Режиссеров, операторов и иже с ними Ну и одно удовольствие, конечно Наблюдать за этой чередой блестящих ударов Ознаменовывает начало пятой по счету партии в этом финале Немецкий бильярдист Разбоем С которого залетает в лузу один из шаров Ну и удачное начало в исполнении Хомана Поправлю вас слегка, Юрий Не пятая, а уже шестая партия Счет у нас 3-2 Да, действительно Пока Костя Степанов отстает немножко И происходит это именно по той причине Что один из своих разбоев он отдал Хоману И пока как раз сокращается Сохраняется, прошу прощения Превосходство Костиного соперника В одну партию именно по этой причине Нужно теперь ждать Когда же Хоман заблудится А пока позиция на столе такова Что никаких посылок к этому не видно Отметим, уважаемые телезрители Что Третье и четвертое места В этом турнире в пули в десятке Заняли представители Албании и Эстонии Ну и таким образом Малай Николаус и Денис Грабе Также свои награды получили Именно они стали Третьим и четвертым соответственно Розыгрыш третьего места не проводится То есть Ну они проиграли Да, являются Проигравшие в полуфиналах И Каждый из них получил По 110 тысяч рублей Которые позволят им Наверное Рассчитывать на участие В Куке Кремля и на будущий год Будем надеяться Продолжает Хоман Серию из успешных ударов Очередной из таковых целей достигает И посмотрим, что с выходом Выход получается По-моему тоже очень неплохой Пятый шар будет сыгран направо В среднюю лузу И весьма обширная зона Для выхода битком на зеленую шестерку Да, и в угол налево Будет играть сейчас Шар под номером шесть Ну вот видим мы, что Торстон внимательно изучает позицию Игроки, профессионалы Стараются планировать Ведение игры Точно так же, как в шахматах На несколько ходов вперед И желательно Стремиться к тому, чтобы этих ходов Наперед просчитанных в голове У игрока было не менее трех Ну и естественно Очень многое зависит Очень многое решает размер И вот та самая точность Сила удара Которая позволяет в нужное место Стабиллярного стола этот шар вывести Совершенно верно, Юрий И как раз именно Вся эта совокупность Необходимых умений И характеристик Да, она и делает игру На взгляд легкой Но на самом деле Весьма сложной Вот так вот Совершает партию Хоман Очередную его пользу И счет становится 4-2 Самый смак Демонстрирует нам Наши коллеги Ну и еще раз Отдаем должное Все прелести И красоте бильярда Москва Спорткомплекс Олимпийский Бильярдный турнир Кубок Кремля И возвращаемся мы с вами В 11-ю по счету партию Долго ли, коротко ли Не позволяет нам Эфир показать Все партии этого финала Но Отметим, что Счет к данному моменту 5-5 И разбой в исполнении Константина Степанова Да, наконец-таки Свершилось то О чем мы говорили По Ходу первых Партий Этого поединка Косте Степанову Удалось-таки Взять разбой соперника И это позволило Ему рассчитывать На то, что он К нему в счете Приблизится Что, собственно говоря И состоялось Разбой, правда Оказался Несколько неудачным Разбивал Степанов Но к столу Подходит Хоман Да, ни один шар Уза не упал Но, наверное, чаще Все-таки С разбоя Получается Что-то закатить Да, Михаил? Правильно я понимаю? Ну, это справедливо Скорее всего В отношении игры Девятка Особенно если Пирамида ставится Стандартным образом В этом случае Даже игроку Скажем Не богатого таланта Удается Забить шар с разбоя Именно по этой причине Если говорить Конкретно о девятке В последнее время Организаторы Разных турниров Стараются Изменить положение Пирамиды Но траектория ромба Либо как-то Ну, ее можно сместить По отношению К лузам стола По продольной оси Либо заставить Игроков Разбивать Из некой Узкой Ограниченной зоны На столе То есть Питок поставить Не в любом месте Где, как правило Правило им позволяет Это сделать А строго В некой Малой зоне То есть Ограниченный Каким-то Вот небольшим Что касается Игры десятка Вот в начале Опять же Мы уже отмечали Что многие игроки Вынуждены были Долгое время Привыкать К тому Как разбивать Искать новые варианты Вот один из лучших Ныне действующих Мастеров Кия Родом из Америки Шейн Ван Боунинг Однажды показал Всем Как это Может и должно Выглядеть То есть Он считается По праву Одним из лучших Именно в этом компоненте А что такого Незаурядного Он продемонстрировал То есть Ну понятно Что часто Видимо с разбою У него залетают шары Но видимо есть Какая-то Определенная манера В девятке Если мы вернемся К игре Которая была Скажем Основной До того Как постепенно Стали турниры Переходить на игру В десятку Там позиция шаров Такова Что Есть шары Которые Залетают в лузу Ну почти Сами собой То есть Есть места В пирамиде Откуда шар Забить Очень просто Это И головной шар Пирамиды И угловые шары То есть И их можно Направлять В общем Ими можно Манипулировать С разбоя В десятке Поскольку конфигурация Пирамиды иная Это не совсем так То есть Там угловые шары Не попадают в лузы Есть возможность Попытаться забить Точно так же Головной шар В одну из средних луз Но тем не менее Это Хорошего продолжения Как правило Не приносит А Шейн Ван Боунинг Показал Что оказывается Можно В зависимости От положения битка И сочетания Силы Удара Забивать Один из двух шаров Которые стоят Сразу же За желтым шаром За головным шаром Пирамиды Забивать Эти шары В одну из средних луз Очень интересно Помимо этого Да Ван Боунинг Еще и уже Справившись С вопросом Непосредственно Забивания шаров С разбоя Он еще и теперь Освоил Управление Первым шаром Как мы уже знаем Именно первый шар Является очередным И неплохо бы Чтобы было продолжение После Начального удара Так вот Ван Боунинг В совершенстве В общем-то Освоил Все эти компоненты И сейчас Является Одним из лучших Игроков Десятку В мире Особенно Это касается Турниров Которые проходят У него на родине Потому что Честно говоря Как Скажем Гастролер Он не особо Хорош Он очень Не любит Играть На выезде Собственно говоря Поэтому его Не часто Можно увидеть На турнирах Которые проходят За пределами Америки Если он туда И выбирается То как правило Выигрывает Не часто В отличие Вот от таких Игроков Как Торстен Хоман Вообще Европейцы Являются Гораздо более Закаленными Что ли В этом плане Чем Скажем Игроки Из Америки Потому что Они привычны К разъездам У таких Игроков Как Хоман Ну и наверное Не в последнюю Участь Потому что Он немец Все очень Четко Распланировано У него Точно так же Как и у Его Более старшего Товарища По команде Ральфа Суке Весь Календарный Сезон Расписан От и до Он совершенно Четко знает Когда у него Какой турнир И соответственно Он может себе Позволить Планировать Подготовку Перелеты Уже Его не смущают Главу Из кандидатской Диссертации На тему Бильярда Игроки В исполнении Михаила Вы только что Услышали Ну а касательно Того Кто откуда Разбивает Наблюдал я За Торстеном Хоманом И по моему Он так чуть левее По линии дома Ставит биток При разбой Пирамид Да Юрий Вы совершенно Верно заметили Отдаю должное Вашей наблюдательности Это зависит С одной стороны От предпочтения Игрока Потому что Кому-то нравится Чисто Как-то То ли По технике То ли даже Психологически Больше нравится Одна из половин Стала слева Или справа Разбивать Но С другой стороны Игроки По ходу матча Они делают Наблюдения Такие для себя Пометочки Как бы ставят В голове Откуда Наилучшим образом Идет разбой Ну в общем У всех видимо Да у всех Своя точка Каждому удобнее Разбивать со своей позиции Ну и давайте И имеет Да Если шар Не будет заказан игроком Но будет забит То Право Удара К его сопернику Перейдет А поясните Михаил Пожалуйста Вот этот термин Я думаю Что не все Наши телезрители Разбираются В тонкостях Полудесятки Заказ шара И его попадание Понятно Что вот он Играет по восьмерке Да Играет от борта Ну как бы Юрии сказали Ваша любимая игра Это восьмерка И там тоже Шары необходимо Заказывать То есть Игрок называет Шар и лузу В которую он собирает Этот шар забить Шар забит И случайно В этой игре Не считается То же самое И здесь Если в девятке Шары Упавшие Случайным образом Они считаются То есть Можно просто Наобум Ударить В шар С наименьшим номером И что-нибудь Забить То есть Здесь необходимо Играть по заказу Что в принципе Игроки и делают Естественно Заказ Когда скажем Игра очевидна То заказ Не требуется Тем не менее Судья имеет Право Уточнить У игрока Все таки Куда же он Собирается Играть шар Благодарим Михаила за это Очень точная Верное пояснение Ну и вот Как раз Дорстон Хоман Дождался Ну такой вот Ситуации Из которой Не смог выгодно Выйти Константин Степанов И Одиннадцатую По счету Партию В этом финале И шестую Для себя Выигрывает Ну по-моему Предельно Собран Сконцентрирован Константин Судя вот По тому Как он Себя ведет Достаточно Достаточно Спокоен И ничего еще В этом матче Не ясно Все самое интересное Ждет впереди Продолжается финал В котором Лицом к лицу Столкнулись Представители Германии И России Константин Степанов Пока Уступает Торстану Хоману Со счетом 5-6 Матч проходит До 9 побед И далеко не все Еще потеряно Для российского Игрока Вообще Очень приятно Видеть Именно Россиянина Среди финалистов Потому что В последние годы Российские игроки Никак не могли Эту вершину Покорить Да собственно И Константин Тоже Для него Кубок Кремля Почему-то Был своеобразным Камнем преткновения Он То 9 место Занимал То даже В 16 По-моему Если мне не изменяет Память Я не проходил Но самое громкое Наверное Его достижение Это Как раз Чемпионат России По полу В 2012 Девятку Выиграл Стал Обладателем Главного трофея Ну Костя Вообще Карьера Очень интересная Он Многократный Чемпион России Постоянный Участник Чемпионатов Европы Играет На Евротурах Это специальное Соревнование Которое Проход сейчас В Европе Очень хорошо Организованное Со стабильным Календарем И собирает Неизменно Тоже Весьма Большое Число Спортсменов А вот Сейчас я Отвлекусь Немножко Потому что Хоман нам Показал Очень интересный Удар Видимо Ну скажем С иронией Вдохновленный Матчами По Комбинированной Пирамиде Которые Проходят Параллельно Он взял И забил В лузу Свояка То есть Отправил Биток Решил не отставать От своих коллег Которые играют В пирамиду Да В отличие От смежной Дисциплины Здесь то у нас Забитый в лузу Биток Бонусного очка Не приносит Скорее на ворот Вот мы сейчас видим Что Костя Получил Право на удар С руки Естественно Биток Выставляется Да И в любое В любое место Бильярдного стола Имеет Право Оппонент Играть И выставлять Ну что же Вот еще одной ошибки Дождался Константин Это еще один шанс А мы продолжим Говорить О Карьерных достижениях Степанова Сказал я О евротурах Которые проводятся Так вот В 2007 году Костя дважды Играл в финале Этого состязания Очень долгое время Он к этому шел Но никак победить Не мог Ну и В этом самом Евротуре 2007 года Если правильно я понимаю Назывался он Коста Дель Сол Это испанский этап Да Занял он Ну не самое лучшее Но скажем И не самое далекое место Был В первой восьмерке Поэтому Наверное Турнир такого уровня И Быть среди лучших восьми Это все таки достижение Именно так Внезапная ошибка Неожиданная Невынужденная ошибка От Константина Степанова Не дорезал он шар Да Посмотрите здесь Обе губки Тройка облетела Но падать в лузу Не захотела Такой вот у нас Экспромт Рифмованный Получается Но Как говорят игроки Закусила луза шар То есть Шар потрепыхался В устье И В итоге Был отражен На игровую поверхность Стола Обидная ошибка Очень обидная Как бы она не стала В этой партии Для Константина Роковой Потому как Стоит думать Если сейчас Хоуман выиграет Эту партию Счет будет уже 7-5 А если бы выиграл Степанов То 6-6 Это уже совершенно Другой калинкор И наверное С точки зрения Психологии Очень важное значение Этот момент имеет Разумеется Эмоциональный настрой И состояние игроков Моральное Психологическое Оно играет Я бы сказал Главенствующую роль Здесь Потому что По технике Все готовы Более или менее Одинаково И вот Торстон Хоуман Безусловно К этому турниру Подошел В феноменальной форме Он приехал сюда Из Японии С большого турнира Который можно назвать Открытым первенством Японии Олд Джапэн Чемпионшип И здесь Хоуман играет в финале А в Японии Он занял третье место А посмотрите В полуфинале Он проиграл Прошу прощения Прервал я здесь На полуслове Михаила Но Хоуман Тоже ошибается И вот этот вот удар В правую угловую Дивидендов ему не приносит Да Если Костя Шар не дорезал То Торстон Перерезал шар То есть Он мог бы сыграть его Более чуть уверенно Но Есть такая тенденция Да Игроки Знают прекрасно Что если резко тонкая То нужно именно тонко И сыграть И как ни удивительно Порой именно Перерезают То есть Делают казалось бы Совершенно невозможные вещи И играют еще тоньше Чем на самом деле Нужно было попасть Ну вот смотрите Пошел там Константин Видимо Миллиметрами мерить Насколько близко Или далеко От левой губки Правой угловой луза Стоит тройка Ну и наверное Больше с расчетом на то Чтобы выйти На следующий удар На четверку Это связано с тем Что как ни странно Это прозвучит Может быть Для людей Не посвященных Шар стоящий В углу Являет собой Большую проблему Дело в том Что Луза Как мы знаем И видим Довольно таки большая И есть риск Сыграть шар И в левую часть И в правую часть Лузы То есть Игрок может сыграть Не преднамеренно Не по той резке На которую он рассчитывает Ну вот сейчас И вот сейчас По-моему Примерно такая же История с Костей И произошла Он явно Не собирался Попадать в семерку Это во-первых А во-вторых Собирался Выйти битком Гораздо ближе К четвертому шару Ну вот биток Теперь приклеился К короткому борту Ну четверку Наверняка должен Играть В левую угловую Шар играется Играется налево Да Но выйти Очень тяжело Потому что Естественную зону Выхода Перекрывает Десятка Ну и наверное Чуть-чуть Пока стоит нам Сказать про Хомана Упомянули мы Об основных достижениях Константина Степанова Отметим Что Хоман Является Также не менее Титуловным спортсменом Тоже на многих Европейских И других Крупных Мировых турнирах Он поиграл Ну вот как раз Да Я начал говорить О том Что она сюда Приехала из Японии Где стал Бронзовым призером А вообще Надо сказать Что этот сезон Для Торстена Сложился Очень удачно Он выиграл Во-первых Турнир по Стрейдпулу Который является Скажем Неофициальным Первенством мира То есть У него нет Официального статуса Чемпионата мира Но тем не менее Там играют Лучшие игроки И по масштабу Своему Он признан Скажем так Игроками Как мировой чемпионат Так вот Торстен Выиграл его В третий раз В своей карьере Стал трехкратным Чемпионом А вскоре После этого Он выиграл Чемпионат мира По девятке Причем Он сделал это Десять лет Спустя После своей Первой победы На мировом Чемпионате По девятке Ну это символично Магия цифр Присутствует Так что да Вот такой вот Сегодня Оппонент У Степанова Который Стоит думать Ни сантиметра Бильярдного стола Собирать Уступать не собирается Ну для Кости Между прочим Этот сезон Тоже очень хорош Мы уже отметили Что 6 лет назад Он впервые Был финалистом Евротуров А в этом году Ему наконец Эта вершина Покорилась Причем После того Как Костя Выиграл Один из этапов Это случилось В Италии Он Выиграл Сразу же И еще один этап Который проходил На северном Кипре То есть Как говорится Не было ни гроша Да вдруг Алтын Не было побед На Евротурах А вдруг Сразу две Ну такое случается Особенно когда Спортсмены Подолгу Действительно Не выигрывают И тут вдруг Бац И наверное Такое озарение Сразу Большая радость И естественно Вера в собственные силы Возможности Которая Добавляет Спортсмену Уверенности Тем временем Пару подходов Назад Ошибся В ударе Константин И теперь Второй шар Подряд Отправляет Лузу Хоман Сначала После касания С четверкой Упал в правую Угловую Пятый шар Ну и вот так Долго ли Коротко ли Своей участи Дожидается Зеленой Семерка Да Вот как раз Те трудности Которые Были сопряжены С позицией Тройки Непосредственно На краешке Угловой луза Они в итоге И вынудили Костю ошибиться Ну а Хоман Ситуацией С четверкой Воспользовался Выше всяких Похвал Сыграл ее По короткому борту И тройку Которая стояла В углу направо Уверенно По назначению Отправил Всего два шара Остаются на бильерном столе Восьмерка и десятка Восьмерка сейчас Вверх уверенно Ложится в середину Ну и выход на десятку Который также Труда Не должен составить Как раз то О чем я и говорил Обидная ошибка Константина В середине партии И сейчас счет Становится 7-5 Упрочивает Своё преимущество Немецкий бильердист Ну что вот В данной ситуации Михаил Можно посоветовать Константину Как вы считаете Вот в такие моменты Когда вроде Вроде еще не конец Но К этому самому пику К завершению финала Да Близок оппонент При отставании В две партии Что Что можно посоветовать Российскому спортсмену Ну прежде всего Я бы сказал Что не в моем статусе Давать советы Игроку Профессионального калибра Который выигрывал Левратуры Но здесь Просто нужно Оставаться В верном Своей линии В верном Своей игре И В данной ситуации Только уповать На ошибку соперника То есть Не форсировать события Дожидаться Удачного эпизода Ну и Не предпринимать Каких-то таких Сильно рискованных действий Именно так Потому что Еще ничего не потеряно Пока Не забит Самый последний Шар матч Игра проходит До девяти побед И вот сейчас Мы видим Как судья Поединка Финального Марина Мочалова Очень тщательно Устанавливает Шары В исходную позицию А мы Между прочим Ни разу Не отметили Какое хитрое Приспособление Она для этого Использует Дело в том Что традиционно Используется Треугольник Для того Чтобы ставить Шары Во всех Разновидностях Лузного бильярда Но вот Уже Года Наверное Три-четыре Как в пуле Придуманы Вот такие Полузвезды Назовем это так Такие штучки Которые называются Шаблонами Скажем В русской терминологии То есть шаблон Для установки Пирамиды Что он дает Он обеспечивает Максимально Плотное соприкосновение Всех шаров Друг с другом А это очень важно Потому что Если там будут Малейшие зазоры То Поведение шаров При разбое Оно будет Не таким Каким оно должно быть А вы думаете Что в треугольнике Плотность шаров Была бы Значительно хуже Чем в этом шаблоне В треугольнике Поставить так можно Но для этого Опять же Нужно тогда Специальным образом Готовить сукно Что я имею ввиду До введения Этих шаблонов Были другие устройства Которые Предусматривали Так называемое Пробитие точек То есть Ставился другой шаблон И заранее В местах Где ставятся шары Пробивались В сукне То есть не в плите Стало А в сукне Небольшие такие Ямочки В которые Собственно шары И ставились Снова для того Чтобы Было соблюдено Правило соприкосновения Здесь у нас Сукно Безусловно Новое И если Таким образом Его не подготовить Без использования Шаблонов То шары Все равно Будут раскатываться Потому что Новое сукно Очень скользкое Вот поэтому И здесь С треугольником Были бы проблемы И вот Постепенно Большинство Организаторов Турниров Оно переходит На использование Шаблонов Потому что Они решают Именно многие вопросы Есть игроки Чего греха таить Такие Которые Ну очень щепетильно Относятся К именно Тому Как стоят шары И если Матчи проходят Без присутствия Судьи А таких На ранних стадиях Большинство Начинаются Разные Скажем Дрязги И там Междуусобицы Один игрок Говорит что Пирамиды Стоит хорошо Другой Стоит плохо И в общем Матч затягивается И приобретает Такой характер Неспортивный А здесь Вопросы решаются Внимательнейшим образом Прослушал я Эту лекцию На тему Бильярдные тонкости И с чем их едят Спасибо огромное Михаилу Кублакову Ну и возвращаемся Собственно Бильярдному столу И вот сейчас Да Юрий Я немножечко Продолжу Нам Торстон Хоман Дал еще один повод Углубиться В тонкости Таких игр Как девятка и десятка Потому что Только в этих дисциплинах У нас После разбоя Есть удар Называемый Пуш-аут Своеобразный Выкот шара То есть Игрок Когда он видит Что ему Не выгодно Пытаться Там Найти Очередной шар На столе Потому что Допустим Может быть Не виден И еще по другим Причинам Он может Биток Просто перекатить В любое Место стола И попасть Скажем В шар Не с Наименьшим номером В любой Другой То же самое Сейчас и Было сделано Немцам Он попал Битком В девятку Оставил Биток В этом положении То есть Если не видит Бильярдис Продолжение То к такому Приему Он вполне Может прибежать И это возможно Повторюсь Только после Начального удара Только после Разбоя В свою очередь Сопельник Сыгравшего Пуш-аут Имеет право Позицию Либо принять И играть Самому Либо Удар Вернуть И вот сейчас Костя Очень дальновидно Надо заметить По итогу Этого удара Но тем не менее Он удар вернул Потому что Удар был сложный Естественно Хоман Оставляя Биток В такой позиции Он не собирался Эту партию Вручать Косте В руки Он оставил Позицию сложную И Константин Поразмыслив Он удар вернул И видим Что за это Вознагражден Очередным Визитом К столу Ну да Таким камнем Преткновения Своеобразным Для Хомана Явился Вот этот Вот самый удар Хотя казалось бы Что Ничего особо В том чтобы отправить Шар в угол направо Нет Но тем не менее Вот о губке Бильярдного стола Лузы Так потерся Шар под номером один И сейчас Константин Уверенно Отправляет его По назначению С выходом На двойку Ну вот Участники финального матча Нам во всей красе Раскрыли Все прелести Тактической игры Да и чем дальше Тем интереснее И видно Что Оба спортсмена Ну не перестраховываются А Более тщательно Что ли Готовятся к ударам И боятся Допустить обидную ошибку Не предвещающую Ничего ситуацию Ну вот сейчас С одной стороны Позиция Открыта С другой стороны Двойку Тройка там Направо Сыграть нельзя Это у нас Шар под номером Пять И сейчас Костя собирается Играть комбинацию Два пять Посмотрим Где останется После этого Синий шар Ну та самая двойка Вот стоит думать Что толкнув пятерку Будет она находиться Где-то рядом С желтым шаром А нет Посмотрите Вместо комбинации Да Выбрал другой вариант Не стал пятерку Сыграл от шара Там было достаточно места Между коротким бортом И пятерочкой Для того чтобы Двойку именно так сыграть Ну и тоже достаточно Нестандартный ход Наверное И снова я уже Наверное Уж В который раз повторю Что Большие лузы Пуловского стола Они не для того Чтобы Можно было легко Забивать шар А именно для того Чтобы вот такие удары Можно было производить Да В каждой игре И как раз Пуловская десятка Таковой является Свои нюансы Поэтому Да Действительно Вот эти широкие лузы Позволяют нам видеть Разные Очень интересные И яркие комбинации В исполнении игроков Ну вот сейчас Очень ответственный момент Партии Дело в том Что шестерка Может быть Она и проходит По длинному борту Мимо седьмого шара Да нет Навряд ли И вот сейчас Как раз есть Хороший угол у Константина Для того чтобы Как-то изменить Положение шестого шара Подбой состоялся Эх Неудачно И видимо Он подбил семерку По-моему Да Это шестой шар И очередной шар Именно его нужно будет Сейчас бить И Костя Видимо он Раздосадован тем Что подбой не удался Ну и вздыхает Видно и слышно Как вздыхает Действительно Разочарован Ну посмотрим Может быть И из этой ситуации Константин Выйдет С честью Походу В сегодняшнем финале Он Не раз показывал Что На такое способен Ну вот Для Хомана Сейчас забрезжена Надежда В партии В которой пока он Выступает В роли зрителя В том случае Если Костя Сейчас не Изобретет Ничего Экстраординарного Наверное Мы увидим Визит Хомана К столу А пока По-моему Единожды Хоман В этой партии Подошел к столу Как раз После того самого Пушаута Готовится Тщательно Константин Ну вот С одной стороны Открыт путь Для шестерки В дальнюю угловую лузу Но Резко Очень неудобно Это раз И во-вторых Не будем забывать О необходимости Делать выход Выход на Седьмой шар А не перекрывает Не перекрывает ли Там восьмерка Выход Вот в эту самую Правую угловую Если вы имеете в виду Если он будет играть От борта сейчас От борта По шестерке Или прямо Вы думаете Прямо по шестерке Чтобы она летела От борта Удар очень ненадежный И скорее всего Будет чреваться Передачей хода Передачей инициативы А в случае прямого Вот я как раз И говорю о том Не будет ли касания С восьмым Нет не должно быть Другое дело Что Костя похоже Придумал варианты Кажется он Выцеливает Восьмой шар В среднюю лузу Удар сложный Потому что Эта комбинация шаров Она не смотрит Лузу напрямую То есть необходимо Сыграть очень точно По резке И снова И снова в данном случае Борта Борта Ну и тут наверное Как повезет Вообще Насколько Михаил Часто бывают Такие удары Которые Ну подобным образом Замазаны Понятно Что здесь можно Играть от борта Надеюсь на то Что полетит шестерка Безусловно Прежде всего Здесь я скажу Что попадание Само по себе В шар Не так сложное Не такое сложное Но тут Косте нужно решить Либо он играет В левую Угол налево В угол налево Либо в дальний угол Направо Потому что Есть шанс Что шестерка Как говорится Заузится И попадет сначала В борт А потом уже Отразится от него Это более сложный удар В дальний угол Направо Вот такой вот Отыгрыш Предпринимает Михаил Константин Прошу прощения И к сожалению Отдает инициативу Отдает позицию И позиция Похоже Не сложная Да Хоман должен Ее решать С должным Ему Настроим Уверенность Ну есть некоторые Нюансы В середину Налево Не играет Совершенно точно Играть Поэтому будет В дальний угловую Лузу И выход Через Два или три Борта Вот с помощью Такого сильного Вращения Которое Мы хорошо Можем видеть Да С помощью точек Которые нанесены На битке Дальнейшее продолжение Уже не вызывает Никаких вопросов Самый Главный Самый Сложный Удар Этой Позиции Хоман Сделал Естественно До самого Последнего Момента Остается Риск Заблудиться Как говорится То есть Бывает Всякое Бывает Игрок И роняет Биток Не рассчитав Траекторию Выхода И еще Какие Казусы Бывает Даже И Совершает Кикс То есть Когда Наклейка Срывается С битка И вообще Не попадает Даже В прицельный Шар Но сегодня Слава богу Не довелось Нам с вами Увидеть Пока Ни одного Кикса Вообще Ну наверное Нельзя говорить О том Что с определенной Периодичностью Они случаются В последнее Время Честно говоря Я думаю Кикс Случаются Все реже И реже Дело в том Что Одна из Компаний Крупных игроков На рынке Бильярдного Оборудования Она выпустила Такой мел Который Обладает Свойствами Скажем Повышенной Цепкости И Позволяет Игрокам Быть Уверенным В том Что Сцепление Наклейки С Шаром Будет Оптимальное Но вот сейчас Очень любопытная Ситуация Сложилась Как раз Сказал я о том Что до самого Последнего Момента Нельзя Скажем Падать духом Можно надеяться На ошибку Соперника И сейчас Торстен Такую ошибку Допустил Дело в том Что он Не докатил Биток По выходу Он рассчитывал Поставить шар На более удобную Позицию Для того Чтобы сыграть Последний Победный шар Есть риск Падения битка Поэтому Вместо Обычного Проката Шара Вперед Сейчас Он вынужден Играть Кием Задранным Под углом К столу И это Уже само по себе Сложно Вы думаете Это такая Дополнительная Сложность Будет Смотрите Не попадает Торстен Дает шанс Константину Степанову И будем надеяться Что Российский Биллиардист Должным образом Этим шансом Воспользуется Надо сказать Что Очень непростую Позицию На столе Оставил Хоман После своего Промаха Костя мог бы Рассчитывать И на Большую Благосклонность Фортуны И вот сейчас Вынужден Еще раз Взять небольшую Паузу Собраться С силами Собраться С духом Настроиться Должным образом На этот удар Потому что Он прекрасно Понимает Всю ответственность Сейчас Счет 5-7 И от этого удара Зависит Либо Три Партии Будет разрыв Либо Всего лишь Одну Да Очень непростой Удар Отмечаем В очередной раз Соответствующая Подготовка Константина Видимо В угол налево Будет играть Но от нас Направо от себя Блистательное попадание Оставляет за собой Эту партию Сокращает Оставание в счете И 6-7 К текущему моменту Имеет в финале Против немецкого Бильярдиста Хомана Да Великолепный удар Сделал Константин Самое главное Что биток Ему удалось Удержать на столе И вот с облегчением Так вздыхает Прекрасно Понимая Все о чем Мы только что сказали 6-7 Это соседний То же самое Что 5-8 А мне на секунду Показалось Что такое Какое-то расстройство Было немножко У Константина Вроде понятно Что выдохнул Да Облегчение Но особой эмоции Опять же говорю Не придал 7-6 Впереди Торстен Хоман Напомним еще раз Что до 9 побед Играется этот финал Ну и сейчас Все в ожидании И в том числе Сам немецкий Бильярдист Начало Начало Следующей партии Скорее всего Степанов Несколько досадует На то Что эту партию Мокет должен был Забирать гораздо раньше Абсолютно Под бой Шестерки Сложился Еще раз Напомним Неудачным образом И собственно Именно поэтому Такая вот Нервная концовка Получилась у нас В общем Увидели мы в этой партии И пушаут И очень непростые ситуации И вот такие вот удары От бортов Которые по временам Доставляли Огромное удовольствие Вот разбой В исполнении Хомана Действительно Чуть левее Середины Находится биток Сильный удар Сейчас последует Будто в Торе Моим словам Исполняет его Торстен Хоман Но Дивидендов ему Это не приносит Ну как раз Да Собирался Собирался Юрий Воздать В очередной раз Должны Вашей наблюдательности И сказать Что Хоман Ставит шар Именно с левой стороны Потому что До сих пор Эта позиция Приносила ему успех То есть Его разбой Был результативным Но Как раз В данном случае Это оказалось не так Ни один шар После удара Немца Не нашел лузу И это шанс Шанс которого Вновь Был вынужден Ждать Константин Отстающий В счете На одно очко Как раз Чтобы разбой Соперника Не получился Ну вот Вновь Позиция Такая Нетривиальная С одной стороны Есть игра Есть возможность Резать единицу Направо С другой стороны Выход Выход Совершенно не очевидный Такая тонкая резка Что Привести биток С нужной стороны С левой стороны От двойки То есть Снизу С данного ракурса Никак Невозможно Ну а посмотрите Там десятка Стоит рядом По моему Я не знаю Насколько это реально Но Константин Действительно Выверяет там Видимо Тот удар Который позволил бы Вот при первом касании Да Отправить Десятку По назначению Но Нет Десятку Не играет Играл Единицу От шара Очень сложный Технический удар И конечно же Он очень огорчен Вновь Тем что Шанс Шанс Очередной Упущен Да Обидно Очень обидно Почему не решил Он играть Вот тот удар Который мы с вами Говорили В угол направо Косой Который Мог бы Случиться После соприкосновения С единицей По левому Нет Как раз Именно вот потому Что не было Хорошего выхода Именно в угоду Выходу В угоду продолжению Именно необходимости Управления битком Она здесь и диктовала Вот именно такой удар И Костя Немножко не рассчитал Отскок Чуть-чуть Направил единицу Не в ту точку В которую должен был И сейчас уже Более открытая Более простая позиция Достается его сопернику Вы посмотрите Ну-ка как выйдет На двойку Необходимо было Не перекатить биток Ни в коем случае Потому что Третий шар Играется По длинному борту Только в дальнюю Угловую лузу И вот сейчас К опять же Сожалению Болельщиков Которые безусловно Поддерживали Гораздо более активно Своего Соотечественника Чем Приезжую звезду Ну и скажу вам Откровенно И к моему Сожалению Да К сожалению Пока для Хомана Все складывается Хорошо Он уверенно Ведет игру И пока не ошибается Проходит скорее всего Четверка Мимо десятого Шара В угловую лузу Да Именно так Большое там расстояние Не замазан шар Будет играть практически прямо Ну естественно С небольшой Резкой С небольшой Траекторией Отклонение Ну вот пока Торстен еще Не собрал Оставшиеся шары Я выполню свое Обещание Данное Зрителям Ранее И скажу О том Как сложился Для Торстена Нынешний сезон В отношении Кубка Москвы Дело в том Что Казалось бы Игрок Который выиграл Два чемпионата мира В этом году Турнир по Стрейтпулу И чемпионат мира По девятке Официальный Ну как никто другой В праве рассчитывать На приглашение В состав Сборной команды Европы Аннет Когда Были объявлены Составы К удивлению Наверное Ну всего Бильярдного Сообщества Хомана Не оказалось Среди Тех пяти игроков Которые составляют Европейскую команду Ну и естественно Вот Был у меня Случай Самому Торстену Выразить Сожаление В связи с этим Он Как отреагировал Он очень огорчен Конечно Ну С одной стороны Понимает Что наверное Это не последняя Возможность Не последний год И при его уровне Скорее всего У него Его еще Обязательно Возьмут Но конечно В этом году Есть некоторая Несправедливость Ощущение Несправедливости По отношению По отношению К нему А как вы считаете Почему Вот не взяли Все-таки Вроде как Действительно Два чемпионата Мира Ну и Девята Стрейтпул Там были более достойные Кандидатуры Трудно Трудно Сказать В этом году Принцип Примермания Команды Он Отдан на Откуп Промоутерам Соревнования Поэтому Там Чем именно Они руководствовались Сказать Невозможно Ну да ладно Не будем Вдаваться В глубокие Подробности Не попадание Торстана Хомена В европейскую Пятерку И понаблюдаем За тем Как В 14 По счету Партии Будут обстоять Для него дела Ну вот сейчас Казалось бы Непростая была Позиция Очередные шары Были на разных Сторонах Стола По разным Коротким Бортам Были разведены Но Хороший раскат Нового сукна Позволил Хомену Набрать Необходимую резку И справиться И с этой Позицией Еще вот Давайте расскажу Такую Может быть Не очень Относящуюся К конкретно Сегодняшнему финалу Информацию Но достаточно Интересную Свообразную Есть любимые Игроки У наших Сегодняшних Финалистов У Константина Степанова Это Филиппинец Франциско Бустаманте Ну а У Торстана Хомена Это Оливер Ортман Который Является С его Содействием Уроженцем Германии Что можете Сказать Михаил Про Двух этих Игроков Доводилось Если вам Наблюдать Безусловно Безусловно Неоднократно Ортман Сейчас По-прежнему Выступает Невзирая На То Что Казалось бы Уже Достиг Преклонного Для Бильярдиста Возраста Продолжается Финал На Кубке Кремля В пуле В десятке Константин Степанов Против Торстана Хомена Счет К текущему Моменту 8-6 Впереди Представитель Германии И посмотрите Три шара Забивает С разбой Константин Если не больше Даже четыре Великолепный Разбой Упала По-моему Тройка Пятерка Давайте смотреть Еще И четверка Да и шестерка Тоже Исчезла Со стола Три Четыре Пять И шесть Поэтому После Того Как будет Сыгран Шар Под номером Два Тут же Игрок Будет Играть Седьмой Шар Вот Такой Вот у нас Будет Скачок В данной Партии Очень хороший Разбой Это важно Всего лишь В одном Шаге От заветного Числа Девять Находится Оппонент Степанова Но у Степанова Позиция неплохая Для того Чтобы ему В этом Помешать Единиц Сейчас будет Играть Константин В угол Налево Вот с этого Плана Который Вы сейчас Наблюдаете На своих Экранах Ну Достаточно Непростая Резка Наверное Но Думаю я Что попадет Более чем Более чем Непростая В угол Налево От себя Играет Игрок И шар Будет двигаться Поперек Стола На таком Сукне На новом Раскатистом Удержать Его будет Очень трудно Раз Два Три Соударения С бортом Не падает К счастью Биток В угловую Лузу А опасность Этого Мы видим Тоже была Но приклеивается К короткому борту Как показалось Не совсем Может быть Приклеивается Но Достаточно Близко К нему Располагается Пока Не очень Понятно Проходит Лидово В середину Направо Мимо Девятки Сейчас Мы наверное Увидим С другой Камеры Сейчас Наверняка Наши коллеги Покажут План Сверху И на нем Должно быть Более детально Видно И понятно Чего ждать От следующего Удара Константин В любом случае Игроку Видно Лучше всего И скорее всего В угол Мне кажется Играет В дальний угол Игра с борта Очень непростой удар Вот сюда В угол направо Да Относительно Сейчас Расположение стола Нет Катит в середину Проходит этот удар Отдаем должное Константину Степанову За что ему честь и хвала Блистательно Уверенно Отправляет Двойку В среднюю лузу Проходила двойка Удар Очень хорошо Исполнен Здесь естественный Перевод поперек Стола С семерки на восьмерку С удержанием битка Примерно В центральной части Стола И следом Летит коричневый В правую угловую Выход на восьмерку По-моему Получился Достаточно Непростой Хороший выход Как раз себе Оставил нужный Угол для того Чтобы через борт Снова мимо Средней лузы Это удар стандартный Для человека Который проводит По шесть-восемь часов В тренировках Ежедневно Это все Наработано И как раз сейчас Еще один удар Из подобного разряда Три-четыре Даже борта Сделает биток И происходит выход Естественный Снова игрок Мастеровитый Он делает Игру Видимо Легкой То есть Играет так Как будто бы Это не представляет Сложность Хотя на самом деле За этим стоит Большой труд Справедливо И закономерно Завершает эту партию В свою пользу Константин Степанов 8-7 И остается Либо одна Либо две партии До окончания Этого интереснейшего Финала Дорогие друзья Добро пожаловать Обратно в спорткомплекс Олимпийский Где продолжается Финал В десятке Пули И противостояние Торстана Хомана И Константина Степанова Вырастает В 16-ю по счету Партию Забивает с разбой Немец Да Несмотря на то Что предыдущий Его разбой Для него Сложился неудачно Ни одного шара Он не забил Он по-прежнему Поставил биток В то же самое место Откуда разбивал Все это время И теперь Успех сопутствовал Торстану Хоману Есть шар Забитый В среднюю лузу И напомним Что Хоману Для того Чтобы победить В этом финале Остается выиграть Всего одну партию Ну а Константину Степанову Две 8-7 Напомним Текущий счет Впереди Представитель Германии И нельзя Не порадоваться За Российского Спортсмена Ввиду того Что позиция В данной партии Сложилась Не самая Удачная Для его соперника Есть там Небольшой Кластер Шестерка Ну а давайте смотреть Единица стоит на столе Да Единица не залетела С разбоя Осталась на столе Двойка И действительно Да сейчас Не скажу я С уверенностью Что Замазан Желтый шар Под номером Один Вот этим Синим Да Видимо Проходит там Удар Нет Нет хорошего начала И сейчас Как раз Хоман думает Либо Сыграть тут же Отыгрыш Если он такую Возможность видит Либо Не будем забывать О пушауте Да Потому что После разбоя Именно так Именно так Думаете Не отважиться Да На риск Вот в данном случае Атака И Правую угловую Но ввиду того Что сейчас Преимущество В счете На его стороне Он может Сыграть Пушаут И Скажем Предложить Константину Рисковать Да Это вполне Было бы логично Но давайте Смотреть Оправдается ли Наш С Михаилом Прогноз Это отыгрыш Это отыгрыш По единице И отыгрыш Хороший Посмотрите Не оставляет Хорошей игры По моему Там даже По резке Шар не виден Да Очень точно Здесь попал В размер В траекторию Причем Еще и закатывал За десятку И хорошо Что это не получилось Потому что Был риск Что биток Встанет Не только за двойку Но еще и За десятый шар Но вот с этого плана Кажется Что попадает Все-таки По единице Ну должен попадать Константин Очень тщательно Намеливает Наклейку А вот касательно Того самого Мела О котором вы говорили Который с определенной Какой-то там Да Оба участника финала Сейчас его используют Это именно он Да Вот как раз я хотел Задать вопрос Наверное Большой ажиотаж был Относительно той компании Которая выпустила Это нововведение Там есть свои нюансы Мел стоит Естественно Дороже Чем Мел Обычный Многие игроки Скептически Отнеслись Не готовы Нести такие Расходы За неочевидные В общем-то Преимущества Ну возможно Не исключаю Такой вероятности Что кто-то Таскает с собой Школьный мел Будем надеяться Что сейчас Этот мел Константину Степанову Поможет Сделать хороший удар Нет Как же так Не находит Лузу желтой Единичкой Остается на столе Чуть правее Надо было Совершить касание Но Чуть-чуть Не хватило Этого самого Чуть-чуть Российскому бильярдисту Очень обидно Ну вновь Причина промаха Не только в том Что Костя не попал По резке А в том Что он играл Еще и с обратным винтом Он удерживал шар Для того чтобы Биток после этого Попадания Не укатился Далеко от двойки Ну и Хуман Очень усложнил Ему эту самую позицию Отдадим должное И немецкому спортсмену Да Сейчас В исполнении Торстена Будет атака В левую угловую С выходом На двойку Ну и большая аудитория Спорткомплекс Олимпийский Любители бильярда С интересом Наблюдают За этим Драматичнейшим Финальным поединком Поскольку Рецк сейчас Не маленькая Вновь Биток удерживать Невозможно И шар стоит Возле борта Поэтому и Резина Тоже придаст Битку Некоторые Ускорения Соответственно Сейчас Возможностей По выходу Торстена Не так уж и много Только вот Мимо Седьмого шара Который стоит Неподалеку От длинного Борта Можно провести Биток А это Сопряжено С риском Замазаться За этот Самый Седьмой Шар Потому что Под игру В дальнюю угловую Лузу В середину Никак Невозможно Удержать Есть конечно же Возможность И отыграться Но в такой позиции Скорее всего Немец Предпочтет Атаку Опять же Повторюсь Потому что Сейчас пока Инициатива На его стороне И позволяет Счет А как вы думаете Михаил Каким образом Может биток Покатиться У нас По длинному борту Я просто Не совсем понимаю Сейчас будет Атака Единицы При помощи При помощи Попутного Вращения То есть Нужно будет Битку Придать Левое вращение И тогда Он Зацепившись За резину Вот Поднимется В эту сторону Ну тогда Получается Что Как раз Видим Что именно С левым Витом И выцеливает Выцеливает Удар Хоман И очень важно Ему сейчас Рассчитать Правильно Размер удара Сыграть по силе Удержав шар Великолепный Великолепный удар Отдаем В очередной раз Должное Немецкому Бильярдисту Действительно Все очень грамотно Он здесь Исполнил Ну и вышел Сейчас будет Играть Видимо Семеркой По восьмерке Или шестеркой Нет Сейчас у нас Очередной шар Двойка А тройка Это тройка У нас Стоит вплотную В кластере С шестым шаром Это требует Подбивать Скорее всего Тут же с двойки И направлять Биток На этот кластер И есть Подбой И Смотрим Что продолжения У Хомана Похоже нет Тройка Видимо Стоит на Длинном борту Справа И пятерка Похоже Два этих шара По цвету На дальнем Коротком борту Ну а тем временем Константин Степанов Ждет своего шанса Но не предоставляет Пока такового Ему Немецкий визави С другой стороны Похоже Шар виден Напрямую Да Нет Луза В которую Можно было бы Его сыграть Простым способом Но с другой стороны На помощь Хоману Восьмерка Зависшая Возле средней лузы И есть возможность Сейчас Сыграть Именно Тройкой В черный шар Не будь там Восьмерки Он скорее всего Играл бы Называемый Дуплет То есть Направлял бы В середину От борта Этот шар Немецкий игрок Да Видим что Есть такой вариант И Неплохо бы сейчас было Услышать Какой шар Он закажет Напоминаем Что Заказная игра И в том случае Если он заказывает К примеру Восьмерку А забита будет Тройка Мимо восьмого шара Удар Не будет защитным Как правильный Но Посмотрите Ни один из тех Вариантов Что мы обсуждали Не выбирает Немец А играет Теперь Надежно Удивляет всех Да Хоман Очень грамотный Бильярдис Действительно Никуда не торопится Учитывая Что ведет Он Восемь Семь Не хочет Отдавать Ни сантиметр Бильярдного стола И Рассчитывает Одержать победу В этой партии Ну и вот Честно говоря Отыгрался Он довольно неряшливо Получилось Да Как он задумал Но он не собирался Направлять биток В десятку То есть Сейчас у нас Биток Зарылся за шестым Попав сперва В десятый Шар Потом в шестой И там уже Припарковался В недосягаемости От тройки Но на самом деле Хоман проводил Биток чисто И тут С некоторой погрешностью Здесь Костя вправе Сетовать На некоторые Невезения Но теперь Вынуждены играть И с той позиции Уж которая сложилась Ну да Как говорят Ну без рыбы И рак рыба Но очень непросто При всем при этом Будет сейчас Конфантин Ну вот Изучает возможность Поставить ответную маску Закатив биток За один из двух шаров Четвертый Пятый Являют собой Хорошую преграду Но пока Непонятно Насколько Полно Видит Он очередной Третий шар Да Не помешал бы Сейчас здесь План сверху Но Пока Возможности Для такового Видимо Не предоставляется Левый край Тройки Безусловно Костя видит Если видит Правый То скорее всего Будет катить Биток В эти шары 4 и 5 А если же Не видит Правого края Троечки То тогда Будет Третий шар Зарывать В любом случае Будет отыгрыш Да Касается Третий Пятерки Но Не очень Это здорово Потому как Не таким образом Хотел исполнить Удар Константин Совершенно верно Юрий Двойное соударение Случилось Так называемый Контор туш И вместо того Чтобы увести Биток На другую половину Встала Как Костя Рассчитывал Здесь у него Не получилось И вот Видим Эмоции Естественно Не скрывает Своего разочарования Потому что Понимает Что Передает Опять инициативу Сопернику И стол В довольно таки Открытой позиции Но Посмотрите Не докатил И здесь Это вновь Было вызвано Тем Что Резко На тройке Была непростой И Сыграть С обратным Вращением То есть Биток Скажем Заставить Двигаться В сторону Противоположную Его естественной Траектории На новом Стукне Очень тяжело И как раз Здесь Хоман Не справился Но тем не менее Резко Сложная Но Шар Играется Шар И тем более Положение Следующего Шара Пятерки Позволяет Ему Вернуть Биток Через Два Борта Но Нет Посмотрите Как ни странно Такой Умудренный Опытом Титулованный Маститый Можно сказать Немец Тем не менее Допустил Ошибку Он же прекрасно Понимал Что Шар Стоящий На дальнем Борту Являет собой Некоторую Преграду Сцепил Десятку Да Попал в этот Шар Удивительно Ну что же Еще один Шанс Для Константина В том Случае Если Торстон Ошибется На пятерке Ну вот Говорят Что в мире Спорта Многие Не любят Прогнозы Но Пожалуй Рискну Я поставить На то Как Не прискорбно И как Не печально Что попадет Сейчас Хоман Пятерку Вот Такое У меня Ощущение Давайте смотреть Справляется Действительно Торстон И более того Выводит Биток На Великолепное Продолжение Шестой Седьмой Восьмой Шар Не представляет Никаких проблем Восьмерка Выход с восьмого На десятый То есть Можно наверное Сказать фактически Что забив Семерку Торстон Уже обеспечит Себе Победу в этой партии А следовательно И во всем матче Ну просто уточню я Что Действительно По той игре Которую показывает Показывала Показывает Сегодня Бильярдист Из Германии Действительно Шар Который Располагается Далеко от битка Но если он Открыт Не является Для него Большой Какой-то Проблемой Каким-то Весовым препятствием И вот Посмотрите Судя По этому Действительно Оставляет за собой Решающую партию Торстон Хоман И одерживает Победу В этом Интереснейшем Драматичнейшем Финале За счетом 9-7 Обыгрывая Константина Степанова Да На отметке 7 Остановился Еще Чик для Российского Игрока Но Тем не менее Это Максимальное Количество Партий Которые Удалось Выиграть Оппоненту Немецкого Игрока На этом Кубке Кремля Комбинированная Пирамида 15 минут Перерыв Итак Здесь До финала И вот Теперь Можно сказать Разменял Серебро Прошлого года На бронзу Нынешнего Тем не менее Опять в призерах Ну и вслед за ним На Пьедестал Для вручения Медали Поднимается Албанский Бильярдист Малай Николаус Николаус Малай Выигрывал Этот турнир Два года Назад То есть Тоже Ему не впервые Подниматься На пьедестал Почеты И вот Константин Степанов Российский Спортсмен 35 Из 82 Человек Было Из России И вот Отрадно Что Один из них Таки Добрался До этой Приятной Церемонии Награждения Отметим Что Очень неплохо Провел Константин Финал Как могли Мы за него Переживали Болели Поддерживали Уверенную Группу Демонстрировал Но не смог Обыграть Вот этого Самого Товарища Который Только что Был крупным Планом На ваших Экранах Торстон Хоман Выигрывает Кубок Кремля По пулу И Отправляется Этот трофей В Германию И отдаем Должное Немецкому Биллиардисту И его Блистательной Игре Будем надеяться Что Подобно Другим Призерам Торстон Хоман Еще раз И быть может Не один раз Посетит Столицу Тем более Что в этом году Он в Москве Был впервые И безусловно Увозит с собой Его весьма Приятные Воспоминания Торстон Хоман Победитель Кубка Кремля Поздравляем Всех спортсменов Которые Взошли Сегодня На пьедестал Ну и потихоньку Наверное Будем заканчивать Нашу сегодняшнюю Трансляцию На этом все Для вас С большим удовольствием Работали Михаил Каблуков И Юрий Царицын Всего доброго Дорогие друзья Любите бильярд Так же как мы Любите бильярд Больше нас Вручает Николай Васильевич Шватузий Об истории создания Редактор субтитров А.Семкин